Привет, друг! С тобой Айван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, сука, всегда. И сейчас я вам покажу жизнь после бана, чем же я занимался. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то кушать, и мы начинаем. Запах Радмира... Говно воняет. Говно воняет, так. Дома. Семья. Виндизель. Сколько у тебя там на домах оставалось оплаты, сука? А... По полторы тысячи, по две тысячи закинул, во всякий случай. Ты чё? А, задания сохранились! Ну, я и говорю. Охуеть! 184 день. Какие задания, брат? О, В2. Бля, какие давно здесь не было. В принципе, ничего. Нихера не смешивайся. После этого всего я, конечно же, поехал ловить дома. Вставочка в студию. Ну, сколько, блядь. 44. Нахуй, ты вот зал. Не знаю, продам час. Короче, пацаны, будем сейчас продавать скилл домик, забрать баланса. Продать, продать, продать игроку. Какой имейдит? 39. 39? Да. 55 тысяч. Благодарю. Скиллу, большой привет. Спасибо за то, что купил дом. Ну, да, конечно, домик не один из самых лучших. 44 тысячи гос, тем более 5 мест. Ну, такое, согласен. Но я месяца 2 еще назад словил еще один дом, который на 5 мест. И в госе там 25 или 24 тысячи. Вот это уже пушка, поэтому вставка в студию. Охуеть. Это на сколько мест? На 5. Охуеть. Охуеть. Офигеть. Просто офигеть. По факту, на тот момент его можно было продать 1180 за 200. Но сейчас его ценник около 150 тысяч долларов. Жалко, что уже больше такие дома не слетают. Ну, а дальше после бана мне захотелось попробовать все, поэтому мы поехали на гаражи. Блин, никто не перебил. Капец. Я купил ауди за столько бабок. Это капец. Еще цвет такой не очень, если честно. Информация, говно, говно нету, нету говно. Ну, такое, реально. Ладно, заберем. Либо там не это же выпало же. Хром только. Или кабан тут был. Сайд Эвен Орик. Это эко пацаны, эко эко пацаны, эко эко пацаны. Сейчас я потом Орик, потом Петруша. Уааа. Уаа. Дубая отправь ее, Дубая отправь. Как салат будет она? Деньги приносить. И мазь здесь супра стильная, в скобочках. Не, ну фиолетовая еще нормальная, но диски это капец. Достаем наши тачки, значит, ауди. С4Б5, вроде самая первая, которая нам выпала. Но мне ничего не записалось, да ладно. Открыл за 9000 или за 10, не помню уже. Нормально, кстати, 3300. На пневме 7500. Ушла. Дальше идет 124. Обчик. 3600. Открыл тоже за 3600 или за 3500. 400 баксов в плюс. И последняя, это камрюха, которая нас вывела в плюс. Садимся. Такая, кстати, черная, а то говорю черная, желтая на тонере. А это 4500, открыл за 15, выходит на 10 плюс. Ушел где-то. Ну да, где-то 1800 в плюсе. Ну и как бы нотки перекупства у меня тоже присутствуют. Я тут случайно зашел на БУ и увидел. Я здесь зашел на БУ, а здесь Макларен стоит. Нужно купить. Как бы Макларен на БУ. Шугоньте, ребята, это же выгодно. Так, пацаны, лайфхаки продолжаются. Есть у меня какая-то Макларен смена с тонировкой из винила. Вот. За 2000 долларов, поэтому покупаем. Давайте цветы будем сделать. В белом он офигенно на контрасте смотрится. Все. Покупаем. 2000 будет тело еще. Вот. Мне интересно, сколько он мне потом выйдет и смогу ли я купиться. Ох, теперь балдеж с тонировкой. Хе, что фейковый, ну да ладно. Короче, пацаны, сейчас мы в тюнинге и будем из нашего Макларена делать конфетку. Внешку мы вряд ли будем делать, поэтому делаем стробоскопы, делаем радар-детектор, делаем сигнал поезда. Вот, рамка шторка без ключа не такой прям мажор. Вот, 3500 еще сейчас уйдет. Да, уйдет. Все. Ушло. Вот. Колеса. Пацаны, я просто хочу упороться и сделать на них Макларен на разварках. За 500 долларов. Вот такие вот копейки. Можно, конечно, здесь поставить какие-то там торсы, вот такие вот там за 1600, но, блин, кто видел Макларен на разварках? Я не видел, я хочу видеть. Давайте сделаем разварки. Именно вот такие, все, хочу такие. Хочу, хочу, хочу. Зачем? Не знаю. Ой, такой балдеж. Если неадекватная идея, то ко мне. Знаете еще, он в белом, конечно, офигенно смотрится, но лучше, когда он будет черный. Тогда не будет так светиться тонировка, что он, короче, тонированный через винилы. Я сделаю грамотную тонировку и покрасим. Ну, диски будут белые, будет контраст, будет, короче, зашибись. Во, теперь даже не паяться, что это тонировка через винил. Перекупские методы, пацаны, перекупские методы. Я просто выехал на Макларене на разварках, уже пацан с деглом подошел ко мне. Значит, по факту, пацаны, что мы имеем? 329 тысячи, 475 встал нам Макларен. К этому прибавляем 500 долларов за разварки. К этому прибавляем еще 2000 за смену с тонировкой. К этому еще прибавляем 3500 за внутренний тюнинг. Вот. И к этому прибавляем косарь, там, 200 за бензин. И в это вышло у нас, что Макларен нам вышел в 336 тысяч. А что так фризить, блядь, пиздец? Макларен нам вышел в 336 тысяч 675. Я думаю, мы его тысяч за 360, но как бы на изи сольем. Обхипать у тебя тапки, пиздец. Итак, внимание, продается Макларен. Ты 2021 года. Инжектор, спектр, проектор, блютуз, козырь, валет, дама, румба, сальса, пики. Сеть магазинов Сабина. Блядь, чё, не хочешь забирать, забирай. Посмотри, поменял бы одни разварки на вторые. Конечно, этот Макларен уходит от меня намного дольше, чем предыдущий, который у меня был. Который, если буквально за час. На этот смотрят все, угорают и уезжают. Никто не хочет покупать. Крайняя сумма, которую мне за неё давали, это 350 тысяч. И то, что-то он ломался, ломался. Ну, такое, короче. Я не особо не хотел. И на следующий день мне прилетел один, можно сказать, выгодный обменчик. Смотрим. Это пиздец. ГТ на Хуракан и на этот. Я согласен. Да. Благодарю. Вот, сыганский, блядь. Как айфон мой, прям золотой. Короче, пацаны, на что я поменял Макларен, это на Хуракан, который ФТшный. Я вроде третий владелец, либо второй, не помню, не, вроде третий. Вот, и на Акулу, на которой я второй владелец. Акула, зашибись, она матовая, она ФТшная. Я даже задумываю себе её остать покататься. Вот, а Хуракан уйдёт, конечно же, на продажу. Вот такой он золотистый. Всё ФТ, всё балдёж. Ну и спустя полтора дня, что-то идёт очень всё плохо. Я не могу продать ни Хуракан, ни ГТ, но если за, там, за такую сумму, которую я хочу. А именно за Хурик 250, ну, 240 рай, окей. И за Акулу 150, 140 рай, окей. Мне предлагали уже за Хурик 230 и за Акулу 135. Но я почему-то не продал. Хотя, если сейчас бы предложили, я бы продал и не мучился, вот. Поэтому эти тачки находятся пока что у меня. Ну и последняя новость, которую я хотел вам рассказать, что меня, как бы, приняли в клан. Мы, точнее, я, блядь. Могу тебя взять. Ты вступить не хочешь? Хз, можно. Хз, можно, да, блядь? Ты должен сказать, ёпт, мой мать, нихуя, в натуре? Чё? Давай. Я просто столько был уже раз в клане, что это меня не удивляет, как бы, особо. Да, пфф. Сколько раз в каком клане, но не в этом, парень. Хз, ладно, чё, я тебя приглашаю, бля, у нас, пацаны, нормальные, познакомишься, если чё, попозже. Мгм, молодой. Вот такое, пацаны, дело, я теперь вступил в семью. Хе-хе-хе. Можно мемчик старая-то просто сразу. Я надеюсь, тебе этот видос понравился. Если ты не играл на этом сервере, не играй. А если хочешь прям капец, как поиграть, то заходи и вводи мой промокод, который находится в описании ролика. И при достижении третьего уровня тебе дадут 20 тысяч долларов. Спасибо, что ты посмотрел этот ролик до конца. Поставь лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, напиши в комментариях, как тебе эта серия. Так, а я не понял, а почему этот ролик ты смотришь и всё ещё не подписывайся на канал? Так, надо исправить эту ситуацию. Давай, отпускайся вниз, подписывайся. Потому что здесь ещё очень-очень-очень много полезного и угарного контента выйдет. Также будут скоро стримы. Так что давай, братан. Внизу красная кнопка. Нажимай. Серая. Чики-пуки. Давай. Нажимай колокольчик, чтобы ролики смотреть мои только первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.